а денек сегодня офигенский который день ветер прям ураганный и дождик сыпет и снег сегодня уже такой меленький прям но и холодно конечно ночью и заморозки уже были такие легенькие но тем не менее и значит самое время готовится к зиме кто-то заранее не подготовился то по крайней мере вот уже пошли звоночки такие совсем критичные соответственно обязательно проверяем наш водопровод в основном конечно в частных домах у всех есть какие-то выходы на улицу и для полива огорода там цветом чего угодно там машину помыть просто ведро воды налить поэтому естественно все вот эти вот куски водопровода они должны быть слиты на зиму чтобы ничего не полопалось и из самой трубы и со всех кранов со всех вот стояков и так далее ну а те кто уезжает то естественно из дома тоже со всех со всех закоулка воду надо обязательно слить поэтому мы сегодня здесь в общем-то вчера у себя слил а здесь вот сегодня тоже слил но на всякие а то заботу и общем-то а по делам вот у нас делаем сарайчик дальше потому что машину только вчера нам отдали наконец-то запчасти пришли пока делали в общем-то две недели из работы просто вычеркнуто думал приеду а тут уже все готово а нихрена как было на том месте когда уехал приехал и все то же самое вот кстати сторонников теории дарвина когда вот она типа все само сделалось вот что-то у меня нихера не делается в раму пока сам не сделаешь такой вот здесь кессон про него по моему рассказывал уже и по моему даже не один раз смысл в том что скважина здесь нету труба приходит соседних участков и там скважина на несколько участков вот в общем-то один из минусов не иметь собственной скважины потому что воду слить некуда кессон это самая низкая точка соответственно на всем участке и по всем трубам вот с бани из дома и вот уличная водопровода но все приходит сюда самую нижнюю точку поэтому если бы тут была скважина то понятно насос отключили сливы все открыли и все как бы хорошо а здесь вот пришлось такой костыльный вариант делать то есть вот насос не погружной а который вытягивает потому что ну другой сюда просто не пойдет соответственно к нему вся подводка и дальше он желтенький шланг его на улицу и выкачиваем ну благо что вот пока дом не подключен баня не подключена воды конечно ну с водопровода уличного она совсем чуть-чуть сливается поэтому вздыка готова но в общем-то алгоритм действий таков отключили насос открыли слив или перекрыли входящий вентиль то есть вот у нас пришел водопровод со скважины и вот там вот самый первый вентиль это входящий соответственно первым делом мы его перекрыли и потом пошли по всему участку соответственно везде везде где у нас краны где у нас что-то такое все их открываем и оставляем обязательно открытым вот про это ни в коем случае тоже нельзя забывать потому что если вы кран открыли воду слили а потом кран закрыли туда натечет конденсат и кран лопнет обязательно здесь вот такая ситуация была весной рассказывал ну и соответственно на улице мы все пооткрывали у нас туда пошел слив где-то через краны выливаются излишки где-то еще как-то но смысл то что у нас все трубы максимально мы должны обезводить и потом пошли в дом соответственно тоже открыли все смесители прям вот посередине но посередке чтобы и горячие холодное а она как бы было открыто и потом открыли все все краны которые у нас только есть и на бойлере и там и там и там и везде то есть чтоб у нас слив шел куда ему положено кому положено в канализацию кому положено в трубу и туда в кессон с кессона мы потом откачаем если бы была своя скважина то все как бы на этом весь процесс слива воды закончен то есть все краны открыли и все и там в скважину она все само сольется а здесь нет здесь пойдем еще потом откачивать и естественно обязательно не забываем про вот эти вот пожарные клапаны на бойлерах у нас вот шланг идет он идет в канализацию соответственно если бойлер был полный то через вот этот маленький шлангик он бы потихонечку стравился ну в течение там может получаса может быстрее но вот 50 80 литровый бойлер как показывает статистика и практика он где-то в течение получаса сливается маленький бойлер конечно гораздо быстрее больший бойлер конечно гораздо дольше и все все краны открыли не забыли в закоулках пошли туда здесь тоже смеситель открыли краны открыли а вот здесь вот у нас затычка потому что вот этот душ для письки он не имеет своего как бы открывания закрывания вот это вот переключение горячая холодная поэтому общем то ставим вот так и нажимаем вот эту и сидим какое-то время но хотя бы там две минутки чтобы через шланг вода туда ушла и чтоб она нормально уходила нужен чтобы с этой стороны был доступ воздуха который эту воду заместит поэтому вот как бы ну хотя бы там минутку-две вот так вот посидели убедились как бы что все воды нету краны оставили открытыми и пошли пошли дальше но вот все краны и все смесители здесь еще нет пока его по обязательно оставляем открытыми не забываем еще большой вопрос но я как бы вот у меня дом не морозится то есть у меня как бы дом постоянного обогрева поэтому у меня такого вот опыта нету но у меня большой вопрос по сифоном и по унитазам потому что вот здесь вот остается вода я бы на всякий случай тоже вот это бы открутил и воду слил а унитазе естественно тоже нажимаем кнопочку чтобы бачок у нас опустошился прям вот до конца до самого то есть нажали вода вся ушла и чуть подержали чтобы там остатки как-то они тоже ушли а вот из самого вот этого вот ну хрен его знает наверно тоже я бы на всякий случай вот туда бы ее бы ёршиком там или чем бы ну так побрызгал чтобы вот здесь вот тоже осталось минимум воды вот в этом гидрозатворе потому что ну хрен его знает вверх она пойдет расширяться или в стороны и нахер горшок весь лопнет не знаю не буду как бы утверждать потому что правда у меня вот такого опыта нету чтобы был дом выходного дня и чтоб я его морозил когда-то зимой но думаю что если как бы кто-то вот эти ситуации переживал ну напишите в комментариях как она вот оставляли выводу так или все-таки как-то ее пытались вычерпать ну но я бы реально вычерпал бы как-нибудь бы из бачка тоже обязательно если там чуть-чуть совсем останется хер бы с ним она расширится пластик там ничего не поломает в общем то все нормально это будет и второй горшок естественно тоже и всего если у вас вот скважина что это все пошло сливаться вы дом немножко охладили потому что чем быстрее охлаждается дом тем потом будет меньше конденсата если он будет долго охлаждаться то время конденсирования она естественно удлинится поэтому зимой вот когда ну приехали протопили пожили а потом уезжать я вот всем рекомендую хотя бы там ну на полчаса окошки дверки открыли и пошли там пока собрались погуляли чтобы дом максимально остыл и потом он уже как бы вот перешел в ноль и дальше уже не конденсировал ну а мы вернулись нашему кессону соответственно вытащили шланг выкинули его в ливневку включили насос откачалась насос выключили подождали пока там остатки поднатекут еще раз включили ну и так вот пару раз его прогнали и потом все шланг смотали насос отключили и кессон закрыли если там немножко воды еще натечет это фигня потому что в кессоне зимой тепло то есть там естественно ну ничего это не замерзнет и так чтобы в трубе там стоял метровый столб и дальше труба была наполнена водой но такого тоже не не может быть потому что она все должно слиться и насосом откачаться и в общем то все вот это как бы этап слива воды перед отъездом холода или когда но погода такая вот стрёмная то есть еще не понятно но может быть поэтому лучше конечно перестраховаться и воду слить как-то так